И вот мы придумали трублю, поэтому я не то что проектировал, я ее придумал. Бьюшку на трубе поставил, вот труба, а я бьюшку сделал вот так и прибил ее к стенкам сбоку. И одно в ветре, все работает, тяга идеальная, все. Потом хопа, начинает дымить. Добрый день, друзья, мы находимся в поселке Утес, это Алушта, в отеле Вилла Олива. Впечатлены были архитектурой этого отеля и узнали, что рядом в соседнем домике, он примыкает прямо к отелю, проживает очень известный архитектор Ганкин Валентин Григорьевич. Поскольку я преподаю учеб будущих архитекторов, я наслышана об этом известном архитекторе и не могли мы не воспользоваться такой возможностью, чтобы с ним познакомиться и пообщаться лично. Спасибо, что вы согласились, выделили время, нам очень приятно и необычно. Они хотят построить мангалы. Вот там в углу делать, возле кухни, его поворачивать лицом сюда, это нужно и для казана, и для шашлыка. Да, мангалы, печь под казаном. А покажи свои проекты, вот может, то есть у меня у мужа очень хорошая технология, у него проекты мирового уровня, его везде строят, и в Статах, и в Италии. То есть снаружи они с архитектурной точки зрения простые, как бычивать надо, а сама вот эта ракетная тяга, у него вот этот двойной зуб переломный, вот как в каминах мы делали обзор. Первое камин делал без зубов, потому что он дымит, в 3D, мы говорим, дверь в окошко, и в трубу немножко. Нет, ну потом мне тоже каминов, мне везти камины. Последнее я сделал уже у меня с этой 3D, мне стало я трубу везти, какие камни. В смысле, как это 3D? Ну, есть такие 3D, как бы дрова, включаешь, там светодиоды, и наливаешь туда водичку, водичка начинает испаряться, имитация полная, но при этом это увлажнение здесь, это тоже немало, потому что здесь и мой сухо. Ну, вот это самый хитовый проект, это мангал, печка под казаном и мойка. А что ты ее нажал? Вот, вот, вот. Здесь вот печка, вот печка под казан, и все соединяется, печка соединяется. И что, я весь навес, вот эта часть? Да, это все просто печка. Казан, если дочь пошел? Ну, вот ее ставят в беседку или навес собирать. Это просто самоконструкция. В проекте нет ни беседки, ни навеса, просто у меня 3D-модели вот так вот сделала. Маленький мангальчик, вот с коптильной камерой. Это вот хороший, это вот хороший. Здесь вот и печка под казан, а здесь камера холодного и горячего. Как-то я разработал систему ракетной тяги камина, или мангала. Назвал ее двойной зуб, да, вот, и вот 3D-проектом. По этим проектам у меня собирают люди разных специальностей. И с первого раза у них получается. То есть и музыканты, и певцы, и врачи, они приобретают обе. Конечно, у меня здесь столько каминов у нас, 40-х, 20-х. И угловые, и архитектор вам это. Первый камин сделал на даче. И вьюшку на трубе. Вьюшку на трубе поставил. Вот труба, а я вьюшку сделал вот так и прибил ее к стенкам сбоку. При одном ветре, потом мне дошло, при одном ветре, все работает, тяга идеальная, все. Потом, хопа, начинает дымить. Что такое? Я выходил, ходил вокруг этого дома, ходил, смотрел, смотрел, блин, ну все понятно. Получается, когда вьюшка сделана вот так, отсюда ветер, тяга, отсюда ветер, она его закрывает. Пошел, поднял вьюшку, все заработало. Ну да, то есть, лимоход находился в зоне турбулентности, поднял. Ну да, как любую. Воспрощенного, ветрового подвора. Вьюшка, она же должна быть поднята, и со всех сторон, что при любом ветре, он там, надо, при любом ветре, она должна отдуваться. Я делаю на каминах, в мангалах, либо розу ветров, то есть, вот, труба закончилась, и вот так вот кирпичи ставлю, там, 6, по-моему, кирпичей. Получается, что он проходит с любой стороны, или же просто на четырех ножках, 20 сантиметров высота, и обычная крыша. Да, вот это вот, надо было знать. Ото мне печника вызвал, подходил, у него такой аршин, палочка с нами, он так все там мерил, пропорции там внутри топки, все нормально, зуб у тебя. А зуб я там взвел, у меня с этого зонта, то есть, кирпича тоже был зонт, в нем и поворотом заслонка открывалась, закрывалась розочка такая у меня была на камине. И он там все померил, все должно работать. И так, я не знаю, что. Ну, такой дедушка, матерый печник всю жизнь, я не знаю. Потом я сам дошел, мне что, при родном ветре она то работает только, потому что нет продавок, продавок. Ну, мне очень сильно помогли критикой, когда я стал выкладывать это все в интернет, мне стали писать наши матерые печники, кто вот в России, там они всю жизнь занимались, родословно, потомственные печники, они мне стали критиковать, сказали, что надо учить вот это, вот это, вот это, книжки мне дали по аэродинамике, по гидродинамике, там все это. Ну, мы так кое-что учили, понимаешь же, как вентиляция работает, что идет приток холодного воздуха и поднимается горячий. Если вот этого не будет, а зуб отбивает, стоит зуб, у него холодный воздух пришел, он горячий запотел и выходит вверх. Да, это вот в всех книжках это написано, но это не... Не всегда так, зуб может быть больше, меньше, он должен быть больше отверстия трубы, чуть-чуть. А Пушкинский этот дом восстанавливали, это Арина Родионовна, это Пушкинский, Голицын. А сейчас говорят, голландская система, какая голландская? Ну, голландские печи, не назывались тогда, голландские печи, почему голландские, не знаю, может какие-то голландские. Вот я же говорю, слушай. При Петре привели. Дома мы сейчас комнаты считаем, а тогда по печам 6 печей, в доме 4 печи. А, то есть не по комнатам считали, а по количеству печей? Да, и поэтому там 4 печи, на каждой печи, у тебя может даже 4 комнаты на нем собраться, на эту печь. Но, как правило, больше 2. Одна и вторая, с одной ты топишь, она обогревает и ту, и эту. Поэтому Пушкинский этот домик у Захарова у нас, у нее там было 6 печей. И как бы по фундаменту восстановили, как восстановить, никто ж не помнит, где есть какие-то картинки, миниатюрки, там Пушкин что-то рисовал этот домик бабушки. А как, а дальше, как восстановить, хоть примерно понять, что это? А когда я говорю, давайте раскопаем, раскопали вокруг, нашли фундаменты для печей. По фундаментам для печей, по размеру, по размеру, нашли дома похожие. Потому что, ну, это не знаю, по-другому, потому что мы было как, ну, как, есть перерубок в 5 стенах. Да, почему 5 стенах? 4 стены, по-своему, связываются бревном, это дом. Ну, крестьянский дом 5 стенах. Только там были барские дома, вот тут 4 печи, 6 печи, 8 печи. Это первый раз согласились, интересно. Ну, мы пришли к этому вот только обследуем. И потом стали смотреть, когда историю поднимать, те проекты тех времен, и по количеству фундаментов, все понятно, что за дом был. Значит, двухэтажный, с мезоинчиком. Ну, вот я жил в Краснодарском крае, где Славянск на Кубани, в станице Полтавской. Ну, я и проезжал, как бы сказал. Сейчас она Полтавская, раньше Красноармейская была. У нас тоже был саманный домик и две печки стояло. Потому что одна вот отапливала у нас зал, там спальню. Вот уже не крестьянский дом. Барский, да. Две печки тоже отходы. Скажите, в каком стиле выполнен этот отель? Как вам вообще пришло в голову такой отель сделать, потому что он действительно необычный? Ну, как бы море, и что-то хотелось такое средиземноморское. Греция, Хорватия, но там стилистика, более черепичные крыши и прочее. Но здесь как-то в Крыму это не принято. Но и не рельеф, и не построить объект на рельефе было бы как бы неправильно. Здесь почему-то большинство людей, архитекторов в том числе, строят дома, на чистой площадке, строят подпорные стенки по 10 метров, выравнивают площадку. На нем они ставят дом. Хотя, просто, ну, как, не знаю, как, кощунка какой-то не строить, ломать рельеф и строить в яме или на площадке жилой дом, который можно обыграть на рельеф и сделать, ну, все что угодно. Почему все Политбюро, кроме Ленина, все наши правители жили на Рублевке? В Звенигороде на Рублевке все. И Брежнев, и Чернянка, ну, все-все-все-все-все. Эту тему стали развивать. Поэтому мы придумали Рублевку, которая была обыкновенная подмосковная деревня. Ну, то есть вы это, исходя из этого, или это был такой интересный сюжет, что Рублевка была, это история. Это был сюжет, а потом мы этим сюжетом, он реальный сюжет, мы просто этот сюжет взяли, он у тебя под ногами лежит, ты его взял, поднял, и стали это рекламировать, там, везде. То есть пиар-компания. Да, и потянулся народ, потому что, раз, это действительно, что там все полет дороже было, почему? Потому что вот западное направление, самое экологическое чистое под Москвой. В том, оказалось, что не так, что преобладающие у нас с Москвы, юго-западные ветры, и на запад, наоборот, с Москвы все не сядут. Но в итоге, да, это чистое место. И вот мы придумали Рублевку, поэтому не то, что проектировали, я ее придумал. Как класс. Вот, что, пару слов, да, резюме отеля. Персонал, девочки, все очень вежливые, все культурные, воспитанные, всегда готовы помочь тебе, рассказывают все, улыбаются. Я просто доволен. Кухня на высоте, сам отель спроектирован просто шикарно. Я, как строитель, все это знаю, что говорю. Потому что на стройке почти 30 лет проработал. Сразу я понял, что здесь рука мастера поработал. Архитектор, который спланировал этот отель, является заслуженным архитектором Российской Федерации. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч на моем канале Пламя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok